Первый раз на сцене вместе Мы в практике подготовили презентацию Но не судите нас строго Мы так с юмором ко всему стараемся подходить Называется она у нас «Стебем друг в дружку, а деньги в кружку» Будем листать, да, Ксенечка? Я чего-то как спикер Да? Как спикер буду говорить Что буду забывать Дополнять Да, и хочу вам предложить Возможно сразу же по ходу возникают Какие-то конкретные вопросы По нашим неконкретным Вот этим вот презентационным слайдам Наверное задавайте, потому что так легче Действительно дать вам ту информацию Которая вам нужна, а не нам кажется Что она вам нужна Хорошо? Можно так, да, Игорь? Хорошо Так На сейчас Семья ресторанов Дима Борисова Ну, наверное, достаточно большая Мы часто сами путаемся В течение года Сколько у нас ресторанов В общем, в среднем От 10 до 20 Варьируется Что-то открывается Что-то закрывается Что-то открываем по франшизе Что-то делаем На условиях консалтинга На сейчас у нас рестораны в Киеве В Днепропетровске Во Львове В Одессе один закрылся Второй сейчас через месяц открываем В Алмате Вот неделю назад приехали Открыли Крапсбургер Строим И Байберок И Байберок, да, в Алмате В Варшаве сейчас строим Канапу И в Барселоне по франчайзингу Работает наш за рука бар Франчайзинг, который мы купили Сан-Себастьяне И испанцы управляют этим всем В Киеве Наши, как мы говорим Якорные, интересные Собственные рестораны Это охота на овец Азиатский стейк-хаус Канапа Как мы говорим Ресторан гастрономической Украинской кухни Или ресторан современной Украинской кухни Или ресторан новой Украинской кухни А некоторые говорят Ресторан молекулярный Почему-то украинской кухни Но бог с ним Также мы развиваем Несколько лет Направление сифуд Баров и рыбных ресторанов Крабсбургер Рыбный ресторан Рыбалав Во Львове Бармушли И сейчас Бармушли открываем Также в Одессе На прекрасном Приморском Бульваре На моей родине Конечно Вообще Все, что я делаю Конечно, сделаю Ради Ленуйски Так как она Одесситка Делаю ей такие Подарки Хотя Если говорить Например О рыбном ресторане В Киеве Два года Мне пришлось Уговаривать Ленуйсу Открыть ей Для нее Рыбный ресторан Она в это не верила И говорила Что Ну как такое Может быть Вообще В Киеве Рыбный ресторан Тем более Со ста видами Живой Свежий Охлажденный Сифуд Разной истории Но вроде Так получилось Ничего Бэйбирок Детское Пространство Где Зафиксированные Деньги Мы Развлекаем Кормим Развиваем Ребенка С точки зрения Бизнес-модели Самый Трибыльный Бизнес Потому что затратная часть Небольшая Бабла Косим Очень много На родителях Если быть точным 60% Рентабельности Это В наше время Это очень Да То есть Если обычная Наша Бизнес-модель В среднем До 20% Рентабельности Обеспечивает То Бэйбирок Самый рентабельный Гастерпаб Гастеррок Теперь еще больше Стал двухэтажный После пожара Ну и Сегодня Мы открываем Ронин Ожидаемый Мною Лично Ресторан Который Зрел Три года Это Перуанская Азианская Еда В большом Пространстве В двух Тысячах Почти квадратных Метрах В отдельно Стоящем Здании В пользу Случин Приглашалось Сегодня у нас Техническое Открытие То есть Включаем Оборудование Загоняем Толпой Этих Аглоедов Под названием Официанты Администраторы И будем Пытаться Смотреть Как это все Работает Да Сегодняшнего дня Мы открываем Двери Но как минимум Вечером Ждем Вас Наш вот такой вот Пазлик Который Сейчас С отдельными Пазлами В итоге Складывает Неплохую Картинку Нашей Эффективной Деятельности Общая Миссия То что Движет Мною Это развитие Гастрономической Культуры Конечно В начале Пути Когда Вот здесь Вот Через Квартал Находится Мой первый Гастробар Барсук В меню Появились Стейки Из мраморной Говядины По 69 гривен И устрицы Черноморские Скоцелели По 39 гривен Коллеги Рестораторы Сильно Разжали И не дарили Вот Выскочка Я в том числе Да И Леноська Тоже Горит Какое-то Жалкое подобие Компота Как она Называла На тот момент Мои рестораны Вот И Но тем не менее Это моя движущая сила Развитие Гастрокультуры Мне хочется Делиться Отдавать И Дать Возможность Большему количеству Людей Которые раньше Не задумывались Над тем Чтобы ходить В кафе В бары В рестораны Или же Есть ту или иную Условно говоря Премиальную виду Мне хочется Давать эту возможность Тем самым Расширять Количество Этих гостей Цель Естественна Как любого бизнеса Это Достижение Запланированных Финансовых Результатов В этом смысле Наша бизнес модель Очень хорошо построена На уровне Взаимоотношений С Леной Я стратегически Все планирую И создаю Ленось Я тактически Да Тактически Все это внедряю Как это выглядит По факту Я строю Ресторан Перехожу К Ленойск И говорю Вот смотри Будет Азиатский Стейкхаус С названием Охота на овец Конечно же Вижу Вот такие Глаза Ну Димулька Тут ты точно Сошел С ума Какая Охота на овец Вообще Что это За дебильное Название Почему Опять На этой Гребаной Пустующей Воздвиженке А не на Крещатике Да Вот Ну я говорю Окей Мне очень интересно Услышать свое мнение Но Получаю Готовую Модель Вот такое Количество Посадочных Мест Вот Такие-то наценки Вот такое-то Меню Меню создаю я Как бренд-шеф Вместе Со своими Шефами И с поварами Будет Такой-то Выторг Ежедневно Будет Такой-то Выторг В месяц Увидимся Пятого числа Следующего месяца Когда ты мне Принесешь Отчеты В этом Вот Наше Разделение Я стратегически Запускаю Все До деталей До постановки Задачи Какая должна быть Бизнес-модель Сколько это должно Давать Выторга И какая рентабельность В конце фильма Должна быть Ну и наши ценности Которых мы С самого начала Придерживаемся На первом месте У нас все-таки Команда Мы не говорим Что гость Всегда прав Или мы все делаем Ради клиентов Это полный бушет Потому что Сначала нужно Создать продукт А создает продукт Все-таки люди Наша команда Поэтому Это самая большая ценность Команда Дальше наши гости Гастрономический подход Эко-подход Ну и где-то там Я как собственник В конце Тоже Наверное Тут нет еще Пятого пункта Это инновационность Потому что Это тоже Один из Очень важных моментов Которыми Ты Руководствуешься И учишься К нас Есть такое Хотя часто Это выглядит Почему-то В глазах Других людей Как фишка Например Практически С первых дней Работаю в моих ресторанах Официанты у нас Работают на айпадах Кто у нас был Знаете И Почему-то Все думают Что это Ну там картинки Показывай Запомнил С предыдущих записей И в итоге Идет потеря Времени Потеря Информации Ну и Часто на этом Сыпется сервис Вот Я инновационность Применяю для решения Простых Понятных Конкретных задач Что касается Наверное Наверное Сервиса И всего Что касается Время 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 Сразу же на этом попытаться заработать денег, и у него это получилось. Он купил недорогие Nissan Leaf и построил на них свою сейчас службу доставки. Соответственно, это ему полностью экономит все вот эти затраты на бензин, бла-бла-бла. И 60% продаж, но так как я поставил у своих ресторанов зарядки для электромобилей, а он ездит на электромобиле, и у Nissan Leaf охраниченный вот этот вот срок действия батареи, им приходится приезжать и в основном заказы продавать своим гостям в наших ресторанах, потому что они имеют возможность пока собирают их на воздвиженке по пяти ресторанам подзарядиться и развести это по городу. То есть вот эти инновационные штуки, которые со стороны выглядят как баловство, на самом деле очень дается хороший профиль. Что еще по инновационности? Программа лояльности у нас замкнутая по всем нашим ресторанам, которые для нас разработала фабрика лояльности, так называемая электронная... Скидочный тарк у нас нет? Да, скидочный тарк нет, естественно, уже слава богу, если 6 лет назад, когда я об этом говорил, все такими глазами рестораторы смотрели, то сейчас это слава богу норма. Скидки на еды быть не может, потому что рентабельность бизнеса 15-20%, какие за одницу 20% или 30% скидки? Обман. Но, может быть, лояльность. Программа лояльности. Больше ешь, получаешь баллы, тратишь это на любимую еду, опять же, на шлифтарную еду. Да, ну, наверное, это я уже рассказал, как мы распределили между друг другом функции. Да, давайте я в двух словах расскажу историю нашего успеха, в чем она заключается. Потому что все удивляются, как может, во-первых, работать муж с женой, во-вторых, мужчина и женщина. Да, я, кстати, первый. Сейчас удивляюсь этому. Сейчас для девочек расскажу. Нет, ну мы можем уже хвастаться, потому что, в принципе, прошло уже почти 5 лет, поэтому это уже результат. И если бы месяц-два, мы бы еще нелепо выглядели. Залог успеха в том, что у нас есть четкое разграничение обязанностей. Я молчу про глобальный момент, это про любовь, потому что любовь правит миром, в принципе, как и деньги. Поэтому мы четко понимаем обязанности друг друга по умолчанию. Мы никогда не садились, не прописывали, кто из нас что делает, какая зона ответственности, кто в его подчинении. Но есть четкое правило. Дима — это стратегия, это ресторан от Димы Борисова. Я — это тактика, это операционное управление, команда и все остальное. Что еще очень важно, что Дима не только придумывает стратегию ресторана, форматы, не только продвигает их, не только создает инструменты все маркетинговые, но он бренд-шеф. Это один из основополагающих моментов, потому что он вместе с шефами создает тот продукт, который мы продаем, и он же его продвигает. Моя задача, если говорить про индивидуальный ресторан, это рассадить гостей, дать офигенное качество, обслуживание. Но все равно основополагающая вещь — это то, что у тебя будут тарелки, даже если ты подождал там чуть дольше. Поэтому, ну и один из тоже очень важных моментов, что я это все считаю, и в конце месяца Диме я выдаю и... Дополню здесь. Я, конечно же, осознанно когда-то выбрал такую модель взаимодействия. Я не знал, что мы в итоге, конечно же, слава богу, так произошло, станем мужем и женой. Но я искался и управляющего. Пытался найти мужика, не получилось. Оказалось, что на нашем и так тотально неквалифицированном, непрофессиональном рынке вообще занятия управляющей мужчины практически отсутствуют. Вот. Ладно. Решил искать девушку. Нашел. Слава богу, Лена тогда управляла прекрасными заведениями «Эрикс Фэмили». Помните, такие были легендарные места. Вот. Мне это идеально по формату подходило, потому что, ну, как-то меня ассоциировали тоже как нового, что ли, Эрика говорили, да? Как человек, который персонифицирует на себе бизнес, сам там с гостями общается, сам готовит, сам разливает пивасик. Вот. И мне нужен был менеджер, вот, который знает такие форматы и как рыба в воде в них находится. Вот я ее пригласил. Лену, вот. Через год. Пожарились. Нет, ладно, через два. Вот. Сначала, конечно, все через костей. Вот ты мне добивался. Да, добивался долго, а потом проталкивал свои креативные идеи через костель и так далее. Ну, слава богу, все получилось. Следующим слайде будет. Да. Стиль управления, правильно, здесь Ленуисичка, она, кстати, делала презентацию, отметила. Улевый авторитарный стиль управления, а я такой демократ, такой, попистеть, поговорить, все друзья, привет. Говорит, не слушайте ее. Так. Тут красивые слова, что ты говоришь. Я, это я, практик. Да. Мечтатель. Да. Практик изменяет мир, тактик воплощает идеи, считает, что миром правит любовь, но без денег тоже никак. Хотя мне, до слова, кажется, что любовь – это все, вовло такое, Лен. Так. Я считаю, что миром правит любовь тоже. Генерирует идеи, стратег, знает, как изменить мир. Ну, наверное, видишь, чуть-чуть шире, чем тактик. Мечтаю. Ну, сейчас у нас около 600 человек в семье. Есть бэк-офис, который, это как у меня Лена, правая и левая рука, а у нее вот есть еще 8 человек. Паук у меня много. Да. На самом деле, бэк-офис небольшой. Мы когда-то пару лет назад игрались, попытались сделать прям вот все функции, которые нам важны, чтобы какие-то люди на них отвечали и управляли. Набрали большое количество людей, вот, потом через полгода всех разогнали. В итоге, ну, как и всегда получается, 80% приходится, конечно, делать самим, а 8 человек, вот, как финдиректор, HR, закупщик или там директор по снабжению, да. Это стартап-менеджер, который занимается операционной историей по консалтингам, по франшизам, контент-менеджер, фотограф, системный администратор, ну, и там девчонки, которые помогают. Да. Ну, и в ресторанах в общей сложности где-то вот так вот, кухня плюс зал, смены и так далее. Так, ну, вот, наш инструмент, у нас он работает. Как сделать так, чтобы… Нет, не, можно не читать все это, к концовку прочитать. Да. Ну, важно, конечно же, отношения. Часто говоря, знаете, типа, бизнес и семейные дела очень сложно совместить. Нам реально повезло, хотя здесь в фразах есть «не рассориться». У нас, слава Богу, за пять лет жизни с Лемюльсочкой ни одного конфликта не было, в принципе, на любой почве, я даже личностной. А в, ну, в бизнесе это скорее не конфликты, это разные точки зрения, когда, слава Богу, тоже срабатывают вот эти вот нормальные дружеские любящие отношения, когда то Лена мне поддастся, то я меньше давлю. Вот. И как-то все в итоге через постель, опять же, хорошо заканчивается. Вот. Ну, и быть личным примером для команды тоже, наверное, сильно важно, потому что в теории им рассказывать, делайте так, не делайте это, фигня не работает. Надо самому стать, показать, помочь, поддержать. То есть вот эта вся бла-бла-бла формальная, неформальная лидерская история должна быть. Так как у нас семья ресторанов Дима Борисова, и наши рестораны, вот, когда меня спрашивают, какой вот больше нравится, какой ты больше любишь, ну, это как дети, кто-то раньше, кто-то позже, ну, это все наша энергия, это все наша любовь, наши отношения. Очень важно, что есть доверие. Когда нет доверия, независимо от мужа, жена, или ты партнер, или там, я не знаю, очень важно, чтобы было доверие. Доверие все строится. Слайды еще есть, кстати. Да, я знаю. Я живу, Дима, поэтому я знаю. У нас четверо детей с Димой, и, ну, чем больше ресторанов мы открываем, тем больше мы тратим энергии, тем больше мы, с одной стороны, тратим, с другой стороны, вдохновляемся. Поэтому, когда спрашивают, как вы совмещаете дети, работа, ну, работа сложная, потому что это образ жизни уже, вот, все совмещаем, вот так, на море. Да, где берутся идеи для всего, в том числе для позитивных отношений? Ну, путешествуем много, говорим, что, да, самолет уже, это как маршрутное такси. Да, живем в самолете. Да. Конечно же, для меня важно не просто там прийти пожать где-нибудь в ресторане, стараемся со всеми пообщаться, постоять за плитой, договориться о стажировке, вот. Вот, это также вдохновляет, конечно, дает возможность начерпать идей и, ну, потом это как-то применять, реализовывать. Вот, в планерах своих по солнцу не было и звездам. Да, мы живем в полуном калитаре. Леносичка живет, да. Вот, цель 100 ресторанов, речь идет о ресторанах. Так, мы не занимаемся сетевой историей, она нам неинтересна, нам интересно развивать те истории, которые создают гастрономическую культуру, моно, моно, такие вот брендовые форматы. Ой, фоточек сколько. Да. Ну, вот, там, так мы проводим, например, пикники на воздвиженке проводили. Так, принуждены какие-то сюрпризы делают, так мы дома. Ой, красиво так все. Ну, вот, наговорили чего-то. Если есть вопросы... Есть, есть. Извините, еще один маленький нюанс я хочу. То, что не попало в презентацию, потому что это очень такой личный момент и очень, ну, сознательный. Мы львиную долю уделяем благотворительности, социальной, скажем так, ну, активности, сложно назвать. Мы особо это не афишируем, но какие-то вещи, которые попадают в пользование людей, я могу озвучить. Ну, наше жизненное кредо – это, ну, любовь, и мы уже дошли, скажем так, к тому состоянию, когда мы готовы делиться. Мы делимся знаниями, там, преподаем в институтах, не знаю, там, Дима снимается, скоро все увидят два новых проекта на 1.1 реклама, да. Вот. И очень важно, когда ты уже достиг определенного, когда не важно, чего ты достиг, важно всегда с кем-то делиться. Вот. Поэтому это больше выглядит, с моей стороны, как заклык украинскую лову. Надо помогать. Хороший пример, я считаю, с чего точно с нас можно брать – это вот и то, что работает. Это из последних наших таких введений, это мы с Олей Кудененко работаем по фонду «Таблеточки», дружим и работаем. В каждом нашем ресторане есть десерт, который называется «Таблеточки». В каждом он свой, неважно, с какой себестоимостью, вот как шеф-повар, там, управляющие определили, весь доход, себестоимостью полностью, как вот, цена в меню, он идет в этот фонд. Вот. И я скажу, мы порядка, вроде это мелочь, но с другой стороны, порядка, я же отслеживаю, 40-50 тысяч гривен в месяц здесь в ресторанах передаем. Поэтому берите пример, создавайте сами. Но очень важно, чтобы мы помогали тем, кто в этом нуждается. И когда кажется, что какая-то помощь, 100 гривен, 20 гривен, ну что я буду, это ничего не решить, все решаю. Поэтому для кого-то они могут быть ключевыми. Сейчас будет еще один, я не буду говорить, серьезный проект социальный. Мы делаем с Катериной Ющенко. Вот. Вы все увидите, он будет касаться рестораторов. Поэтому в мае, июне будет презентация. И вот. Любая лучи переносечка. Едите. Такой тизер. Попрос. Нет, я это хотела сказать. Спасибо. Спасибо, ребята. Сейчас начнутся вопросы, я быстренько по блату задам первый. Канапа в Варшаве. Да. Когда будет? Да. Когда будет? Что это будет? Модель незалежности хотим открыть. Это будет. Это август? Да. Август этого года. Вот. Ну, хочется очень начинать не только создавать, в том числе, вот эту гастрономическую украинскую кухню здесь, в Киеве. Хотя она украинцам пока еще не очень интересна. В основном. Не надо. В Канапе всегда полная посадка в Киеве. Да. И 80% иностранцев, которые 20% приводят наши гости, как на обезьянку показать. Вот. Пока для наших людей, конечно, современная, в принципе, украинская гастрономия не интересна. Вот. Поэтому мы потихонечку двигаемся здесь, в стране, в развитии этого направления. Вот. Но мне кажется, быстрее это произойдет даже уже в Европе. Потому что, ну, очень важно двигать всю нашу эту историю не просто бла-бла-бла, а какими-то конкретными вещами. Гастрономия самый короткий путь – познать страну, познать культуру, познать ее современность в первую очередь. Потому что, ну, обшароваченные, цыганщины – это легко, конечно, навесить, но это не труп. Интересно, современная история. Броншер будет Ярослав? Конечно, да. Ярич, да. Хорошо, спасибо. Так, вопросы передаем. Спасибо. Спасибо. Спасибо за интересную презентацию. Мне… Я вот смотрю на вас и понимаю, что даже вот на этой сцене вы кайфуете, да? Вы получаете удовольствие от… Больше не от зала, а друг от друга. Это прекрасно. У меня вопрос. Если… Ну, я поняла, как вы решаете вопросы, если у вас возникают проблемы, там, через постель, вы говорили, а если у вас в бизнесе друзья, и как вот с ними решаются проблемы, если вдруг они возникают? Это первый вопрос. Вы расскажете, поделитесь, я думаю. И второй вопрос. Я отвечаю за обучение большой компании. Поэтому мне интересно, как вы обучаете. Спасибо. Спасибо. Я отвечу. Про бизнес и про дружбу в бизнесе. Не бывает такого, по моему мнению, друзей… В принципе, ну, друг – это как любимый человек. Вот книги пишут, кино снимают про любовь. И поэтому мы и плачем, потому что там по-настоящему, а мы, как правило, бла-бла-бла про любовь. А на самом деле это про ты мне, я тебе, взаимная любовь и так далее. Это не про чувства. Соответственно, мне кажется, в принципе, найти любовь в жизни – это уже, ну, просто высший пилотаж достижения. Вот. С другом точно так же. Найти друга в жизни – это как найти любимого человека. Хороший пример, я считаю, с чего точно с нас можно брать – это вот и то, что работает. Это из последних наших таких видений. Это мы с Олей Кудененко работаем по фонду «Таблеточки», дружим и работаем. В каждом нашем ресторане есть десерт, который называется «Таблеточки». К каждому он свой, неважно, с какой себестоимостью. Вот как шеф-повар, там, управляющий определили. Весь доход с себестоимостью, полностью как вот цена в меню, он идёт в этот фонд. И я скажу, мы порядка, вроде это мелочь, но с другой стороны, порядка, я же отслеживаю, 40-50 тысяч гривен в месяц, все в ресторанах передаём. Поэтому берите пример, создавайте сами. Но очень важно, чтобы мы помогали тем, кто в этом нуждается. И когда кажется, что какая-то помощь, 100 гривен, 20 гривен, ну что я буду, это ничего не решить – всё решаем. Поэтому для кого-то они могут быть ключевыми. Сейчас будет ещё один, я не буду говорить, серьёзный проект социальный. Мы делаем с Катериной Ющенко. Вот, вы все увидите, он будет касаться рестораторов. Поэтому в мае-июне будет презентация. И вот… И вот… Такой тизер. Вопрос. Не, я это хотела сказать. Спасибо. Спасибо, ребята. Сейчас начнутся вопросы, я быстренько по плату задам первый. Канапа в Варшаве. Да. Когда будет? Да. Когда будет, что это будет? Ну, модель незалежности хотим открыть. Это будет… Это август, да? Да. Август этого года. Вот. Ну, хочется очень начинать не только создавать в том числе вот эту гастрономическую украинскую кухню здесь в Киеве, хотя она украинцам пока ещё не очень интересна. В основном… Не надо. В Канапе всегда полная посадка в Киеве. Да. И 80% иностранцев собрали, которых 20% приводят наши гости, как на обезьянку показать. Вот. Пока для наших людей, конечно, современная, в принципе, украинская гастрономия не интересна. Вот. Поэтому мы потихонечку двигаемся здесь, в стране, в развитии этого направления. Вот. Но, мне кажется, быстрее это произойдёт даже уже в Европе. Потому что, ну, очень важно двигать всю нашу эту историю не просто бла-бла-бла, а какими-то конкретными вещами. Гастрономия – самый короткий путь – познать страну, познать культуру, познать её в современной сфере в очередь. Потому что, ну, обшароваченные, цыганщенные – это легко, конечно, навесить, но это не труд. Интересно, современная история. Броншер будет Ярослав? Конечно, да. Ярочек, да. Хорошо, спасибо. Так, вопросы передаём. Спасибо за интересную презентацию. Мне… Я вот смотрю на вас и понимаю, что даже вот на этой сцене вы кайфуете, да? Вы получаете удовольствие от… Больше не от зала, а от друг от друга. Это прекрасно. У меня вопрос. Если… Ну, я поняла, как вы решаете вопросы, если у вас возникают проблемы через постель, вы говорили. А если у вас в бизнесе друзья, и как с ними решаются проблемы, если вдруг они возникают? Это первый вопрос. Вы расскажете, поделитесь, я думаю. И второй вопрос. Я отвечаю за обучение большой компании. Поэтому мне интересно, как вы обучаете у себя. Спасибо. Я отвечу. Поехали. Да. Про бизнес и про дружбу в бизнесе. Не бывает такого, по моему мнению. Друзей. В принципе, друг – это как любимый человек. Вот книги пишут, кино снимают про любовь. И поэтому мы и плачем, потому что там по-настоящему, а мы, как правило, бла-бла-бла про любовь. А на самом деле это про ты мне, я тебе, взаимная любовь и так далее. Это не про чувства. Соответственно, мне кажется, в принципе, найти любовь в жизни – это уже, ну, просто высший пилотаж достижения. Вот. С другом – точно так же. Найти друга в жизни – это как найти любимого человека. Поэтому друзей, можно сказать, в целом не так много – полтора человека. Самый главный друг, конечно же, у меня – Лена. Вот. Ну, а в бизнесе их нет. Их нет. Прекрасные отношения со всеми, но это же не про дружбу. Это про бизнес. Дополнишь? У нас, наверное, вопрос стоял больше как друзья-партнеры, да? У нас есть инвестиционные партнеры по некоторым ресторанам, но у них, ну, очень большая доля по сравнению с долей Димы. Разные есть вопросы, кого-то устраивает, кого-то не устраивает. Но слава богу, что мы подобрали таких партнеров, которые финансисты, поэтому я с ними говорю на одном языке. И не может прийти, там, когда у него 10% доли, его жена, любовница или там еще мама, и сказать, что не тот салат, не тот соус и еще какая-то история. Такого не существует. Их не знают наши, наша команда. Они платят по полной стоимости в меню. Они только пишут лишний раз спасибо, класс, очень вкусно. И основной момент – это до 10-го числа каждого месяца они получают на почту финансовый отчет, и в основном их водители забирают свою прибыль. Это основная коммуникация с ними. От себя я, как женщина, поздравляю их с тремя праздниками в году. Это Пасха, Новый год – их день рождения, мы дарим корзины, ну, какие-то истории, которые в дань уважения. Что касается обучения, мы с Димой много в себя вкладываем, мы много учимся, я не могу сказать теории, больше практики. Из последнего – это Лондон и Нью-Йорк, Израиль, ну, те ключевые страны, в которых они, ну, скажем так, первопроходцы. Вот. Что касается нашего персонала, Дима очень сильно мечтает всех отвозить за границу к классным шефам, к крутым топ-менеджерам. Но, к сожалению, все-таки у нас бизнес, а не меценатство. Поэтому мы очень правильная модель, дозированная. Вот сейчас Дима всех отправляет в Сан-Себастьян, пока еще не знает, что он еще не отправляет сейчас, чуть позже. Вот. Но, как бы, Дима всегда зеленый свет, и каждый человек, который к нему подходит, говорит, Дима, я хочу учиться, он каждому помогает. Вот. Мы пытаемся выработать такую схему, чтобы мы оплачивали 50 процентов, там, затрат, но, к сожалению, рынок такой, и все равно мы приходим к тому, что мы оплачиваем полностью. Но людей, которые в нашей команде нас любят, верят, помнят. Да. Про обучение классный вопрос. Ну, легче нам, наверное, потому что личным примером и тренировки происходят вот так в онлайн режиме постоянно. С другой стороны, я все еще не впускаю в себя вот эту историю, что мы тотально все непрофессионалы и не квалифицированы, и я не понимаю до сих пор, когда ко мне приходит устраиваться человек, ну, например, на позицию шефа или шефа, и говорит, дай мне зарплату 2 евро, плюс обучи меня, плюс повози меня, плюс создай меня, и я вот такое тогда буду делать то, что ты здесь рестораторно придумал. Это полная херня. Я стараюсь не допускать этой всей истории, потому что это, ну, скорее про культуру, про внутренний мир и про базовый уровень этого человека, а у нас таких, к сожалению, большинство. Вот. Моя задача найти звезд, найти действительно людей, которые осознанно выбрали эту профессию в жизни и их развивать, если они этого хотят. Помогать, поддерживать, покупать квартиры, машины, там, и оплачивать все путешествия. К сожалению, это единичный случай. А обычный режим, это вот так происходит. И нам, ну, тоже немножко легче, наверное, в этом смысле, потому что абсолютно разноформатные рестораны. Ресторан, гастробар, гастропаб, сип-фуд. Ну, то есть это вот 98% того, что есть очень крутое в мире, это есть у нас здесь, в наших ресторанах. Поэтому даже вот эта ротация по семье ребят, она очень много им дает, конечно, знаний и, ну, что им идти, там, посмотреть, как вареники или химкали делают. Ну, вот так вот. Не трогай химкаль. Пусть делают. Я сейчас иду даже. Вопросы? Следующий вопрос. Класс. Они сейчас себя все купируют. У нас есть время до обеда еще достаточно. Или вы хотите... Давайте, позадавайте вопросы. Ага. Партнеры, что вы имеете ввиду? Нет, никаких компаньонов у меня нет и быть не может. Нет. Это ресторан Дима Галисова. Может быть, финансовый, как Лена сказала, какой-то участник, может быть, друг, знакомый, но это никак не влияет на... Ой, в самом центре... Как это улица? Бывшая... Ну, это бывшая улица, там, не помню. В общем, в самом-самом центре... А? Нет. Это бизнес-история, а там центральная часть, возле парка, вот этого, королевского парка. Да. Это... Да. Вот недалеко от Рожанной. Тоже у нас отдельная особня, стоящая отдельно стоящая. Следующий вопрос. Вы много говорите... Ну, в принципе, говорите, что ваши рестораны не про выгул лабутенов, там, штанов и так далее, вот, а про еду. Но есть рынок, да, есть спрос. Как удается сочетать внутреннюю идею, то, что вот я хочу дать вот это. Не плевать, что они, там, люди хотят суши, пицца, кальян, кировки и все в одном зале вместе с борщом. Но я хочу дать вот это. Но при этом, при всем, на этом то, что я хочу дать, я хочу и денег заработать. Вот. Это первый вопрос. И второй. Открытие точек в других городах. Это все-таки какое-то исследование. Вы, как маркетолог, наверняка все-таки прикладываете к этому определенные усилия, что вот там, в этом городе не хватает вот такой-то концепции. Или просто есть идея. Я вот хочу чурасская бар. И все, вот там. Нас нет вот в этом городе, мы там открываем такое-то. Спасибо. Отвечу. Первый вопрос. Как удается петля? Вот так петляю. Конечно же, я не могу сказать, что достиг такой нирваны, что вот бляха-муха, я так решил, пошли вы все в жопу, я делал. Не работает так. Конечно, мне нужно давать на уровне продукта то, что есть на это спрос и ожидаем, но в той форме, в которой мне нравится и комфортно. И это дело осознанно с самого первого ресторана. Все рестораны в непроходных местах. В первую очередь для этого, чтобы был осознанный выбор, осознанный приезд на осознанную покупку какого-то продукта. Второе, форматы, в них заложен фундамент, это продукт. Идеальный. Потому что создаю его я, как бренд-шеф, как шеф-повар в первую очередь, и это идеальная еда. Ну, пусть это там мясо в формате чураска или же сифуд, который там три года назад никто и близко не представлял, что может устрица теперь продаваться на каждом шагу после там наших пикников и открытия сифуд форматов. И что одновременно откроется четыре новых рыбных ресторана после этого. До этого Дурада Сибас Лосось, вся рыбная культура на этом заканчивалась, а устрицы по 12 долларов почему-то за штуку продавались. Во всем есть продукт. И я концентрируюсь на этой истории и ее делаю максимально, стараюсь в прямом мире делать максимально идеальную. Да, как Тарас меня благодарит всегда за черный бургер. Да, я заигрываю с этой историей. Я делаю эффект вау. Не просто банальный бургер четыре года назад, в охоте на овех, но подкрасили у чернилами каракатицы. И теперь Тарас благодарит, что он на этом бизнес еще делает по всей стране. Еще едем в самый черный бургер. Да, еще едем в самый бургер черный. Ближе к базовому исходному продукту. И второй вопрос. Мы не развиваемся сами в регионах. У меня нет возможности, нет ресурса, нет денег, нет человеческого ресурса. У Ленуськи нет желания. Мы скорее даем возможность ребятам, которые пишут мне сотни писем, в месяц. Борисов, помоги. Борисов, дай то. Борисов, продай франшизу. А я хочу охоту на овец там. А я хочу канапу. Я говорю, смотрите, нет вариантов. Я могу вам помочь продать франшизу в сифуд формата. Потому что я знаю, что я здесь управляю продуктом. Я знаю, что даже наши приворудки повара, я их научу открывать устрицы. Я не открою живую устрицу, которая тонно хранится в аквариуме. Вот так вот ее достали, открыли и подали. Испортить невозможно. Я управляю ценой, управляю продуктом. Лобстера достал, разрезал. Два штуки плавающих. 500 в неделю. Сделал их соусом. Подал идеальный продукт. Это я могу диражировать. К сожалению, я не могу сам выходить туда. В исключении вот за границей. Там скорее в Валенсии и Барселоне я обкатывал формат сифуд. Для того, чтобы там легче это делать. Больше ассортимент. И пока выстроил эту логистику вместе с партнерами сюда, в Украину. Там мигрался. Потом неинтересно, потому что бизнеса за границей нету. С точки зрения наших денег, которые мы с вами здесь зарабатывали. Вот. Взял франшизу и там ребята сами этим занимаются. Ксения. Добрый день. У вас есть нерентабельные проекты? Что вы с ними делаете? Это первый вопрос. А второй вопрос. Вы стремитесь к блюдам максимально на заготовке? Или все-таки к уровню из-под ножа? Спасибо. Первый вопрос. Нерентабельных нету. Бывают периоды, когда возникают сложности. Естественно, потому что мы с вами живем с одной стороны в уникальной стране. С другой стороны замечательной стране. За шесть лет нашей бизнес-деятельности, революции, войны, финансовые кризисы и так далее, мы все сами это все чувствуем. Понятно, что какие-то бывают сложности. Нерентабельных нету. Есть исключение из правил. Вот сейчас с гастророком не очень получается после пожара. Но это, как правило, по нулям легкий плюс. Если бы было что-то нерентабельное, неинтересное, закрыли, переделали и поехали дальше. Никаких эмоциональных привязанностей ни к людям, ни к проектам. И второй вопрос. Заготовки или из-под ножа? Такой себе вопрос, честно говоря. Смотрите, я сейчас вообще, ну, новая моя стратегия, новое видение. Хочется технологических уже историй бизнеса. Не сетевых, а технологических. Смотри, это осознанное решение. Пять лет я мучился, шесть. Приходилось бегать к тебе, каким-то другим кофейным другом, пить чашку эспресса вкусного. Потому что в своих ресторанах кофе я пить не мог. Но мы не могли себе позволить не с самого начала, не когда уже выставили там десяток ресторанов, работать вот как сейчас. Я только начинаю переходить на свежую обжарку и с качественным подходом к кофе. Почему так происходило? Когда я открывал барсук в 2009-2010 год, в принципе не было понятия баристы. И все совсем безрукие. Они сейчас там 90% безруких, 10% есть нормальных. Тогда 100%. Соответственно, как я не искал первые месяцы кого-то, кто славит нормальные эспрессо на завтрак. Ну, какие-то были, но это одна чашка нормальная, а вторая дерьмо. Поэтому брал кофемашины или капсульные, которые всегда дают моно чашку идеального эспрессо и работал с этим. Как только начали расти, и Леносичка уже выстраивала в систему взаимодействия, в том числе с партнерами, как они называются, спонсоры, да? Ну, там пивники, вот эти алкогольчики, в которых я стараюсь отпинать. В том числе и кофе. Ну, когда на скле приходит и говорит, Дима, чтобы стоять в ресторанах, я плачу миллион, плюс любые кофемашины и любое кофе, понятно, что Леносика через постель добивается этого. Этого. Вот. И эти системные игроки, которых на самом деле не так много, их полтора там, полторы этих компаний, они дают тот уровень базовые качества, сервиса, который мне нужен. Потому что мне сейчас нужна хорошая чашка эспрессо, а ее нужно сварить на хорошей машине. Сварить ее должен человек. Человека нужно обучить, нужно какую-то посуду, обслуживать это все, вода, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. В общем, получается, что, конечно же, системные вот эти вот ребята, они дают тебе этот сервис, который не может дать кто-то другой. А теперь представь, сейчас вот на Спаркияна меняем, ну, всего в семи, по-моему, ресторанах, то есть даже не во всех. В семи ресторанах, вот на вашей любимой Ламарзоке, бла-бла-бла, 80 тысяч евро. Вот. Только чтобы за пару месяцев. Это только машины, не говоря уже про все это. Могут два барсука открыть. Вот именно. Поэтому, ну, как бы, понятно, что это осознанный приход. Вот сейчас у меня стратегия на этот год, на который Лена работает и я. Мы подтягиваем те направления наших ресторанов, которые до этого не дотягивали до гастрономического уровня наших ресторанов. Это кофе, это алкоголь, десерты. Да, потому что я не брал десерты. Вот. Теперь я хочу, чтобы сто процентов. Раньше было сто процентов еда, там, 90, 80, что-то. Вот десерты. Кофе, чай в том числе. Вот. Вот сейчас я дотягиваю цель на этот год поставить все на сто процентов. Благодаря тебе, в том числе спасибо тебе, что ты даешь пример. И рынок к этому готов. Конечно, сейчас 8 гостей из 10 говорят, что вы за кисляк не наливаете. Все еще. Потому что в рестораны все-таки не за кофе приходят, а за едой. И кофе это в конце фильма, как правило. И для них, кстати, вот свежая обжарочка, это пока еще мое давление на развитие этой гастрономической культуры в направлении кофе. Но это осознанный выбор движения. Второй вопрос. Вы предпочитаете топов, топов управляющих, топов шефов хантить или выращивать... Вдруг я пропустил этот вопрос. Или выращивать внутри компании? Ответишь, что ли? Ну, я одна. Хотелось бы хантить, да некого. Физически. Конечно, приходится выращивать. Сто процентов ресторанов, открывшиеся там за последние два года, назови мне любой. Я тебе скажу, кто из этих ребят, шефов и су-шефов, работал у меня, начиная от повара до су-шефа и до шефа. Так получилось, что вот этот вакуум, который был три года... Три года был вакуум два года тому назад. Сейчас только ситуация поменялась. Последние два года начали открываться действительно интересные гастрономические места. Да, до этого был вакуум. В этом вакууме так получилось, что, ну, немного ресторанных компаний, в которые, в том числе, наверное, мы входим, создавали вот этих вот ребят, которые в итоге и выросли. Так получилось, что мы их растим, а не хантим. Хантить пока, к сожалению, некого. В основном... Да. Да. Ну, сейчас качество такое, масштаб такой, что, ну, если их хантить и приглашать, то иностранцев. Опять возвращаемся на то, что было когда-то. Пока я не вижу рук. Третий вопрос. Скажи, пожалуйста, вот я видел много, много Дим Борисовых уже в своей жизни, с тех пор, когда мы с тобой познакомились. И когда ты начинал заниматься ресторанами, это был активно пишущий в Фейсбуке человек, бьющийся с каждым критиком до первой или до третьей крови, сражающийся, ну, там, со сотнями комментариев под постами. Вот. Ежедневно пишущий, человек с хорошим слоганом, человек, который владеет искусством написания текстов, а потом вдруг ты перестал писать вообще что-то и комментировать, ну, вот в таком стиле. Что произошло? И... Да. А, Женис? Смотри, Игорь, ты просто сейчас не видишь, я так же продолжаю писать, комментировать, всё делаю лично сам, ну, кроме тех страниц, которые неосредственно от ресторанов. Почему я так делаю? Почему я так делаю? Это один из элементов развития гастрономической культуры. Да, я с пеной урта буду доказывать, что комментарий конкретно по поводу этой еды, этого блюда на уровне борща не такой, как у моей бабушки, не верен. Вот. И, ну, это в том числе, в моём понимании я таким образом в том числе развиваю гастрономическую культуру. Почему в какой-то момент стало меньше? Да потому что результат уже появился. До этого мне приходилось теоретизировать и в начале пути показывать результаты и доказывать. Вот. А теперь есть результат на уровне не только там моих ресторанов, а на уровне рынка в целом. Что в ресторанах нужно ходить, ходить есть, а не выгуливать платья, каблуки. Что нужно знать, кому ты приходишь, хотя бы как называется шеф-повар, который называет себя шеф-поваром, хотя и не является. Ну и так далее. Вот такие вот все истории. Понятно. Спасибо. Секунду. Здравствуйте, ребята. Первое я хочу сказать, что на вас приятно смотреть, приятно слушать. На вас сумасшедшая энергетика положительная. Но вопрос касается не этого. Вопрос ресторанный консалтинг. Я знаю, что вы этим начали заниматься. Почему вы к этому пришли и в каком формате вы работаете подробнее? Хочется услышать. Спасибо. Спасибо за вопрос. Смотри, мы к этому не пришли. Это очередная волна. Была первая проба у меня, по-моему, в 2012 году, когда было первых три-четыре ресторана. И вот когда родился этот мем от Игоря Сухамлина, Борисов вышел гулять с собачкой и случайно открыл три ресторана, этот период уже был. В основном это было консалтинг. То есть приходили вот ребята, типа, или Дима, мы открыли ресторан, через месяц понимаем, что это жопа. Давай, ну, помоги ей что-то с этим делать. Или Дима, мы хотим открыть ресторан, помоги. Или Дима, мы открыли, бьемся пять лет уже, даже в нули не вышли, помоги ей что-то переделать. Когда был период времени, когда поигрались, буквально два месяца, хотя об этом говорили в этом года полтора. Вот несколько, в том числе первый Сифуд-бар, Медитаранию, устричный бар, прямо вот скозиционирование, устричный, который тогда вообще был ранний, и он рынку вообще не нужен был. Вот, ну и так далее, куча всяких кафе там, какие-то в других городах, которых вы даже не знаете, потому что я никому не целовал об этом. Консалтинг происходит всегда. Сейчас в очередной раз, это скорее превентивная мера, так как сейчас мы с Олей Фреймот вот сняли уже первый сезон «На ножах», где мы приходим, переделываем рестораны и даем им как бы вторую жизнь. Если мне и так по сотню писем приходит там, условно говоря, в месяц сейчас, дальше вообще шквал пойдет, соответственно, нужно как-то заранее начинать эту историю управлять. Как это делаем? Делаем просто, в зависимости от задач, от места. Я говорю правду с самого начала, чтобы снять вот эти все иллюзии, а мы хотим так, а мы играем все. Ну, я, как правило, сразу же снимаю эту историю, говорю, смотрите, это может быть так или так. Деньги могут быть такие или такие, рынок такой, такой, конкуренты такие, такие, гости такие, такие. Вот. За деньги. За большие сейчас. А? Стоимость? Стоимость сейчас от 250 до полутора миллиона гривен. То есть мы, как правило… В зависимости от формата. Ну, так стоимость и формируется. Я говорю, это будет половину или одна выручка твоего ресторана в месяц. Вот где-то, где-то так, в зависимости от формата. А какой формат? А формат, я говорю, какой. Потому что, как правило… Я не говорю про… Я не говорю про… Да. Я говорю про… О формате, про формате, про формате, про формате, про помещение… Все полностью, да. Все полностью. Мы даже не конкретизируем, потому что… Я говорю, что мы же не процесс тебе продаем, а результат, соответственно. Все, что нужно для того, чтобы открыться, запуститься и эффективно работать, мы делаем. А там уже нюансы. Если есть помещение, оп, нет, ищем, помогаем. Дима Леонидовна, здравствуйте. Вы много рассказали про ваши отношения, что вас объединяет, но очень мало назвали цифр. Меня интересует, большая ли у вас текучка кадров? Часто ли у вас меняется персонал? И как вы мотивируете его или им просто престижно работать у Димы Борисова? Спасибо. Если вы ожидаете услышать, что у нас какие-то есть чудеса, то их нет. Рынок один, и проблемы у всех одинаковые. Просто есть сильные моменты наши. Это то, что вы сказали по поводу того, что да, люди мечтают, где работают в наших ресторанах. Вот. Но текучка есть, но, слава Богу, она более на линейном уровне. И она незначительная по сравнению с рынком. Все равно то, что вы видели в слайдах, в ценностях нашей компании, слава Богу, что Дима все задает это. На первом месте это наша команда. Поэтому первое, что мы делаем, мы не платим аренду, а платим зарплату, допустим, в новом ресторане. Основные затраты первостепенные – это оплата труда. Второе – это аренда. Слава Богу, что мы умеем работать, и у нас с первого месяца прекрасные результаты. Текучки в топ-менеджменте практически нет. Ну, если говорить про управленцев, их и вообще нет. Что касается финансового отдела, управленческого, есть нюансы с шеф-поварами, но они есть у всех. Больше они индивидуальны, на другом совершенно управлены. Я бы разделил на периоды. Первый период работы нового ресторана – первое полугодие, первый год. Да, ротация происходит. Первый уровень – ротация. Почему? От низкой квалификации и от личностных взаимоотношений внутри команды. Приходят, как правило, кто? Если официанты. Новое место. Знаем, что у Борисова биток с первого дня. Скосить бабла. В бабах, там, через неделю мы их немножечко осаживаем, опускаем, потому что есть свой формат работы, допустим, этого ресторана. Общая командная история. Они индивидуальны, они там себе что-то колбасат и так далее. Поэтому ротация может происходить. Первое – я всегда ставлю HR-директору и всем управляющим такую мысль и задачу. Смотрите, ребят терять нельзя. Ну, то есть, если они уходят уже на рынок, это значит, вы не смогли им создать те условия и дать им то, что нужно, если это хороший качественный специалист или хотя бы может таким стать. Значит, мы что-то не дали и он ушел на рынок. Но так получается, что так как уже международная история, ребята уходят и спрашивают, ну, допустим, из рыболова. Два классных офицера, которые там в Порто работали до этого, ну, там, 10 лет уже в секунде. Они очень ценны. Потому что, думаю, он же просто открыть секунд ресторан. Потому что у нас нет ни одного повара, который разделать может хотя бы три вида рыбы и подать пять видов, правильно, там, моллюсков. Об этом забывают. И таких специалистов очень мало. Но уходят и спрашивают, блин, а что? Уехали ребята куда-то. Куда-то в Казахстан. Мы переезжаем, открываем граббургер и наши же ребята, которые здесь работают старшими, там, алицантами в Казахстане. Вот. Но, правильно, Леонидовичка говорит, чудес не бывает. Ротация происходит. Ну, и как на меня это. Вот топ-менеджмент это в основном с шефами, но это вообще уникальная история. Ее вот так вот в книжке даже не напишешь и в слайды не вставишь. Есть ряд ребят, мы же все творческие люди, а шефы в первую очередь. Вот звездность, она может быть двоякая. Звездная болезнь, мы же все знаем тоже, как и в обратной стороне медали, в выращивании звезды. В какой-то момент многим ребятам очень со мной тяжело. Очень. Вы же приходите в ресторан Дима Лорисова. Формат, стратегию, меню создает Дима Лорисов. А им же же кажется, что это же он все сделал. Даже если он там копирует пять лет меню ногу или там какого-то украинского ресторана, мне все равно кажется, что это же все благодаря ему. А тщеславия, а мы мужики тщеславные, не хватает. Поэтому вот может человек просто уходить или там сменять семью по этой причине. Но тут ее не возьмешь как на вооружение, как инструмент. Это вот личность МСБ. Еще вопрос? У меня еще вопрос. Здравствуйте, репутат. Понравилась ваша презентация. Супер, вы настоящие умнички-креативщики. На вас нужно и можно равняться. Но вопрос клеения. Смотрите, два момента по цифрам. Назовите, Лен, пожалуйста, рентабельность. Ну, пусть все и сидите, да, вот в общем, по вашим проектам. От и до пороки покажите. Потому что вы говорили цифру 20, но как-то это не про рестораны. У нас больше, на самом деле, чем 20. Дима просто не хочет расстраивать вас всех и говорить. Вилка, на самом деле, в каждом ресторане своя. Вы закончили или нет? Нет. Второй вопрос. По затратной части. Скажите топ-3 ваших затрат в процентном соотношении. У всех. Закупка, зарплата, аренда. У кого-то есть другие? Мне кажется, они одинаковые все. Закупку сюда мы не вмешиваем, она на маржур. Как это? Основная затрата? Условно постоянная. Мы не берем. Зарплата, аренда? Только зарплата, аренда? Ну, мы же все в стране живем. Сказать налоги? Нет. За границей везде налоги ищут. Аренда в процентном соотношении, скажите. Дима в своем кейсе рассказывает до 10%. На самом деле есть рестораны, где 7%, 6%. Ну, 10% это потолок. И то мы максимально сейчас договариваемся с нашими партнерами по аренде новых мест. Процент оборота. Это Дима так решил. Тут имеет смысл дополнить, если вопрос конкретный по цифрам. Мы не играемся в историю, блин, какое офигенное место, давай возьмем, потом будем разбираться. Я изначально, ну вот сегодня мы открываем Ronin или Ronin. Этот ресторан 3 года зрел, он искал место в трех странах. Я под идею, под концепт и под бизнес-модель в том числе подгораю помещение. В стандартной бизнес-модели до 10% у меня допустима арендная плата от оборота. Если я знаю, это место мне, условно говоря, Ronin, в среднем будет 3,5-4 миллиона гривен, значит я могу взять это место от 300 до 400, то есть тысяч гривен в аренду. Если мне попадается просто, капец, какое крутое место на Крещатике, пусть коллеги возьмут, через полгода послушаю их историю, как это все накрылось медным тазом. Мы играемся в историю с красивыми концептами, с вкусной едой и так далее, не играемся в бизнес. Все очень по четкой, понятной бизнес-модели заложено с самого начала, а не попытка ее там переделать походу. То есть до 10% во всех ваших местах вы помещаетесь в рент-кост. Фуд-кост у вас сейчас текущий? До 30. До 30. В сифуде чуть больше. Да, сифуд чуть больше, глобально по вашему вопросу средняя рентабельность погоды 25%, если говорить про все рестораны. Но когда боберок 60%, когда есть рестораны 30%, но 10% у нас нет. То есть меньше 20% мы не работаем. Да, но опять же зависит от формата. Сифуд сейчас самая меньшая рентабельность, потому что мы знаем, что за год произошло с курсом. И я, например, с этим могу мириться, там 15-17% рентабельности, допустим, крабсбургера. А партнеры, например, франшизные хотят все деньги мира заработать и не готовы с этим мириться. Например, вот прекраснейший формат ресторана у нас крабсбургер на Дельбасовской в Одессе. Ребята просто закрыли и на его месте делают сейчас грузинский, просто потому что их не устраивала норма рентабельности, которая с самого начала заложила. Она небольшая. Но теперь правильно они пишут. Вся Одесса даже на даче ест устрицы и лобстеры, потому что мы создали эту сифудкультуру в морском городе, в котором ее не было 20 лет. Но не готовы мириться, то есть хотят, ну, по одессе, знаете, все деньги мира заработать. Фудкласс – 30-35. Рыбных – 35. У нас в основном, кроме охоты на овец и рыбных, канапы, все на местных продуктах. Сезонность, тренды. Четыре раза в году меняется меню. Все как у всех. Саша Мусатов спрашивает, а о франшизе спрашивали? Есть что-то? Саша, хочешь купить? Я хочу спросить, я просто отходил и не слышал. В общем, если не было вопросов про франшизу, с его позволения задам. Да, мне и говорили только час. Только о франшизе. Я… Сколько? Тогда я задам еще раз вопрос про франшизу. У вас есть франчайзинговый ресторан, ребят. Вопрос следующий. Какая доля, я не знаю, или от оборотов, мне больше, наверное, интересно, от прибыли, от общей, приносит вам франчайзинговый ресторан? Ничего не приносит. Минус. Спасибо. Классно. Приносит на входе. Да. Ну, то есть, паушарный взнос, а я его не маленький, ставлю 50-200 тысяч долларов стоит франшиза или евро, в зависимости от региона. Операционно то Royalty, хотя оно не маленькое, 6-6,5% от оборота, оно не покрывает затрат нашей команды. Поэтому у нас офигенно все работает. Очень высококлассные специалисты, они дорого стоят. Зарплаты от 100 до 200 тысяч гривен в месяц. Поэтому, конечно, Royalty, ну, это так, для поддержания там… Ну, для вас продажа франшизы является стратегией? Нет. А, нет, это… Нет, нет, я получил, ребята, это даже не дополнение, это возможность ответить на вот этот спрос огромнейший, который есть и который закидывает постоянно. Дима, помоги, помоги, помоги. Спасибо. Консалтинг, да, он там, ну, можно помочь, если есть время. Франшиза гарантирует, что я взял какие-то деньги за эти деньги и помог ребятам создать действующий бизнес. Еще секунду, секунду, секунду. Так, дорогие одесситы. Заговорили про проценты. Вчера прозвучала фраза хорошая, что 10% от миллиона, а лучше, чем 30% от 100 тысяч. Ни для кого не секрет, что вот, ну, если не все, то большинство из нас постоянно куда-то летает, вдохновляется, и история Ред Лобстера и Михаила Зелина отлично реализовалась в ваших проектах, вы ее адаптировали хорошо. Думали ли сделать что-то наоборот? То есть открывать, я имею в виду заграницей, я не про Испанию. Я говорю конкретно, там, Соединенные Штаты, Великобритания, тот же Лондон. И если думали, это все-таки что-то типа «Гинзе Проджект» и «Новиков» с «Мариванной» и вот как они работали, либо не трансформация нашей культуры на иностранцев, а все-таки конкретно под них. Сейчас очень много российских компаний выходит на американский рынок. Вот, соответственно, в рамках этого и вопрос. Смотри, миссия развития гастрономической культуры. Да, хочется ее, как я говорил, и вынести за пределы страны. Была мечта до очередного вот этого нашего 12-го кризиса быстренько сделать что-то в Лондоне после буроков в Испании. Испания как тренировочная база, скорее всего, была. Хочу делать только украинские форматы. «Чиккен Киев» — украинский формат. Три года я делаю, два года делаю только «Котлету по-киевски». Чтобы она была идеальной, чтобы я мог форматировать эту всю историю. Интересные гастрономические форматы. Правильно ты говоришь, лучше от миллиона десять процентов, чем от ста тысяч десять процентов. Поэтому я и работаю с интересными для меня форматами, с интересными для меня продуктами. Я бы не открыл... Люблю всех ребят с вареничными и так далее, но неинтересно. Вот эти 20-30 гривен — неинтересно. Интересно работать с хорошими продуктами. «Чиккен Киев» в том числе и неинтересно. Это одно из самых сложнейших гастрономических блюд в мире. Мало того, известная украинская еда. Поэтому, если буду тиражировать в формате модного классного украинского гастробара за пределами страны. Есть формат у нас «Литерия» или «Гриловня», «Ватра». Также я ее вижу как минимум на ближайшую на центральную Европу развитие после того, как я создам ее в Украине. Хотя там технологии американские и британские. Скорее тушение, томление, запекание. То, что можно делать с нашим... Мы уже вот скоро запустим ее. То, что можно делать. Не играться вот это, пытаться стейки сделать их говна. Как я даже выращивал своих луков и игрался вот в 2012 году. Совершенно другая история, которая в рамках спроса, в рамках цены. Этим будем тиражировать и выходить туда, преследуя развитие гастрономической культуры в том числе. Украинский формат может быть как «Вага Мама», «Мама Фуку» в мире. Только у них это ваш любимый рамен называется. У нас это куриный суп с лопшином, с ризанцем. Еще, еще вопросы? Вопросов больше нет. Спасибо большое, дорогой Дима. Спасибо большое, дорогая Лена. Спасибо. Спасибо.